Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Барьеры взяты. В регионе прошли соревнования по конкуру. Страна Кашландия. В Самаре с новой программой выступил Театр Куклачева. Более 14 часов пожарные тушили Тольяттинский химзавод. Огонь на предприятии Куйбышев Азот вспыхнул в воскресенье около полудня. Горели две установки по переработке цикла гексана. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробности в нашем репортаже. Столб черного дыма в этот день видел весь город. На Тольяттинском заводе Куйбышев Азот горит цех по переработке цикла гексана. Вещества, которые используются при производстве пластмассы. По данным МЧС, пламя вспыхнуло около полудня и быстро распространилось на территорию площадью в 500 квадратных метров. На ликвидацию пожара стянуто свыше 40 единиц техники, 235 человек личного состава. Работу спасателям усложняет то, что потушить цикл гексан невозможно, пока он сам не прогорит. Пока пожарные борются с пламенем, завод продолжает работать. На место ЧП прибыли и сотрудники лаборатории, которые замеряют количество вредных веществ в атмосфере. Оно не превышает норму. В состоянии боевой готовности и авиации. Но спасатели справляются без нее. На территорию завода зашел пожарный поезд для того, чтобы выставить дополнительное необходимое пожарно-техническое вооружение для проведения охлаждения оборудования. Угрозы взрыва нет, угрозы выброса химически опасных веществ нет, погибших, пострадавших на пожаре нет. Открытое горение ликвидировали в 10-м часу вечера. Полностью потушить пламя удалось только в первом часу ночи. Причины пожара сейчас устанавливаются. По одной из версий, заводской цех мог загореться из-за утечки вещества. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Свой пост покидает начальник Самарской таможни Вениамин Васильев. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления. Генерал-майор Васильев руководил региональным ведомством дважды. С 2007 по 2010 год и с 2014 по нынешний. За время работы был награжден четырьмя медалями и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы». Отставка Васильева связана с переводом на новую должность. Теперь он будет возглавлять центральную энергетическую таможню. Хороший старт. Самарский региональный центр инновации известен уже не только в России, но и за пределами страны. По числу успешных инновационных проектов самарская команда опередила коллег из Санкт-Петербурга и Казани, уступив только Москве. О самых интересных разработках в промышленности, сфере образования и туризма, резиденты центра стартап «Самара» рассказали главе региона. На какую поддержку могут рассчитывать молодые предприниматели, узнала Марина Кравцова. Чем новая технология превосходит те, что сейчас применяют на предприятиях, профессор Самарского технического университета Ильдар Ибатулин демонстрирует на примере обработанные детали. Ученые из Самары разработали уникальный балансировочный комплекс для вращающихся элементов машин. Он обеспечивает точную автоматизированную балансировку. В результате детали обрабатываются в разы быстрее и качественнее. Сейчас у нас разработана уже автоматизированная система, которая позволяет балансировать это. Сейчас мы ищем индустриального партнера, чтобы перейти на стадию коммерциализации, уже изготовить такой аппарат, полностью наш, уже не арендован. И таким образом приносить пользу Самарской области путем реализации вот этих вот новых технологий в нашу промышленность, в наше оборудование. Инновационный подход находят и к гуманитарным наукам. «Искатель РУН» – так разработчики компьютерных программ назвали образовательный проект для школьников с 1 по 5 класса. В игровой форме детей учат русскому языку и истории. Начинался проект как мобильное приложение. В итоге дошли до школ. Дети на уроках могут использовать эту программу. Мы работаем во многих уже школах. У нас не только в Самаре, но и в России. У нас есть партнеры, производители электронного оборудования различного вида. Это и электронные столы, и электронные доски. О проектах с большими перспективами рассказали резиденты регионального центра инноваций «Стартап Самара» на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным. Центр был создан в 2014 году и сегодня известен не только в России, но и за рубежом. Самарские проекты – победители международных конкурсов. «Стартап Самара» поддерживает начинающих предпринимателей, занимается трансфером технологий и помогает привлечь инвестиции. Как раз наша задача является то, что мы должны создать большой поток качественных проектов в Самарской области. Собственно, наша миссия – это помогать амбициозным, балансовым людям, реализации их идей, создавая благоприятную судьбу для предпринимателей инноваций. То есть ключевые слова – это люди и среда. Опыт Самарского центра отмечен Минэкономразвития России. Больше 250 самарских проектов получили финансовую поддержку от федеральных институтов развития. За последние два года на воплощение идей привлекли около 600 миллионов рублей от фонда содействия «Инновации». Активно молодых предпринимателей и ученых поддерживает областное правительство. Что касается инноваций, ставим для себя это как важнейшую задачу. Без собственных усилий, без собственных инноваций, без собственных технологий в итоге, нам очень и очень сложно будет развиваться, поддерживать и повышать жизненный уровень людей. Региональный центр инноваций сотрудничает с вузами региона. Одна из главных задач сегодня – привлечь к реализации инновационных проектов крупные предприятия. Помочь в этом может сотрудничество с Советом ректоров и Союзом работодателей региона. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. В каждой яме заплатка в Самаре начали аварийный ремонт дорог. Ревизия дорожного полотна после зимы показала, что этой весной разрушений в 8 раз меньше, чем в прошлой. С чем это связано и когда заделают все ямы, узнала Марина Матвейшина. Весна еще не полностью вступила в свои права, но сезон дорожники уже начали. Сейчас температура воздуха позволяет проводить только аварийный ямочный ремонт. Это экстренная мера. С помощью нее можно быстро привести дорогу в порядок и сделать движение автотранспорта безопаснее. В этом году разрушение дорожного полотна после зимы по городу составляет почти 7,5 тысяч квадратных метров. В прошлом году в это время их насчитывалось 62 тысячи квадратных метров. Значительное снижение на сегодняшний день обуславливается в меньшей степени погодными условиями, а также значительным объемом ремонтных работ, проведенных большими картами в 2016 году. Напомню, что было отремонтировано чуть больше 1,5 миллиона квадратных метров в 2016 году. За сутки рабочие успевают заделать 750 квадратных метров ям. Количество бригад увеличено. Одновременно работает 7 установок Кехер. Это своего рода печка на колесах. Машина доводит асфальтобетонную смесь до определенной температуры и поддерживает ее. Дорожники работают слаженно, но они успевают убирать осколки старого асфальта, делает замечание мэр Олег Фурсов. Наводить порядок на местах ремонта необходимо в тот же день. Выборка асфальта происходит, заливка асфальтобетонной смесью и там днями, несколько дней проходит, прежде чем что-то вывезут. Значит, обеспечить, пожалуйста, за этим контроль. Сейчас дорожники работают по адресам, которые составили надзорные органы. С начала марта заделали ямы общей площадью 8600 квадратных метров. В планах на год починить почти 37 тысяч. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Система ЖКХ в регионе меняется благодаря активности жителей. Реформа местного самоуправления помогла решать проблемы на местах. Теперь люди могут контролировать, как и на что управляющие компании тратят их деньги. Один из примеров удачного взаимодействия – в общем деле дом номер 6 по улице Мяге. Всего за пару лет старое здание удалось полностью преобразить. С активной и инициативной старшей по дому пообщалась Лариса Шалафаст. Свежевыкрашенные стены и живые цветы. В подъезде 6-го дома по улице Мяге чистота и порядок. Хоть экскурсии проводи, говорит председателем КД Людмила Чекмезова. Ремонт здесь сделали на деньги, которые собрали сами жители. Также заменили старые окна и ветхие коммуникации. Если хотите, чтобы здание было в отличном состоянии, нужно браться за дело самим, уверена Людмила Николаевна. Она точно знает, куда и на что пошла каждая копейка жильцов. Я прихожу, сажусь с ними, разговариваю, иногда может сказать, что у нас сегодня неприемный день. Я говорю, это у вас неприемный, а у нас приемный. Может быть, в первый раз им не нравятся наши требования. Ну а потом все-таки понимают, что это надо делать. Деньги на счету есть с текущего ремонта. Ну и практически вот получается. По программе капитального ремонта в доме отремонтировали и крышу, утеплили и покрасили фасад. Хоть зданию и почти полвека, сейчас оно не уступает новостройкам. В управляющей компании Людмилу Чекмезову знают хорошо. Говорят, таких бы активных председателей МКД в каждый дом. Мы вместе с ней садимся, равномерно распределяем деньги. Первая необходимая работа, которую нужно сделать по текущему ремонту, за их и собранные деньги, средства. И получается, что если правильно распределен бюджет, соответственно получается и работа. О том, что система ЖКХ региона должна работать для людей, не раз подчеркивал губернатор Николай Меркушкин. Реформа местного самоуправления помогла решать проблемы на местах. Людям необходимо контролировать, как идет ремонт в их домах и на что тратят их деньги. Уже с десяток, если не сотню раз я говорил, бросить надо подходы, когда человек – это никто. Человек для нас главный. И какая его реакция будет в итоге? Вот два, ну может быть три месяца сроку, и здесь должен быть полный порядок. Не будет, будут освобождаться люди. Ждать следующего капитального ремонта не будем, говорит Людмила Николаевна. В планах уже в этом году заменить стояки во всех квартирах и установить тепловой счетчик с терморегулятором. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. АвтоВАЗ в этом году поставит на Кубу тестовую партию машин. Какие модели первыми отправятся на иностранный рынок, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. В начале недели нефть бьет рекорды минимума. За один баррель марки Brent дают 51 доллар 10 центов. Американская валюта чуть подешевела. Курс на 14 марта 59 рублей 13 копеек. Евро 63 рубля 26 копеек. Золото стоит 2278 рублей. Серебро 32 рубля 63 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 29 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 80 копеек. Материнский капитал предлагают заменить на ежемесячные денежные выплаты многодетным родителям. В Госдуме обсуждают возможные риски от реализации этой идеи. Россияне смогут слетать в Турцию за 1000 рублей. Продажа билетов из Москвы уже открыта. С 21 апреля полеты начинает бюджетный перевозчик. Рейсы будут выполнять три раза в неделю. А АвтоВАЗ поставит на Кубу тестовую партию автомобилей. Примерно 300 машин моделей Веста и Ларгус. Это будет первая поставка машин отечественного производителя за последние 12 лет. На этом все. Удачи в делах. Далее коротко о других событиях дня. На Волге на дрейфующей льдине у кайт-серфера сложился парашют. На помощь к нему пришли спасатели. ЧП случилось около острова Коровий. В 16.30 по звонку от очевидцев к месту происшествия отправились спасатели. Кайт-серфингиста сняли с дрейфующей льдиной и доставили до речного вокзала. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. На Галактионовской в Самаре мусоровоз разнес остановку. Свидетели сделали видео. ДТП произошло рядом с площадью Куйбышево. Выезжая со двора, мусоровоз зацепил павильон трамвайной остановки. Стекла последние разбились. Пострадавших нет. За год заболеваемость туберкулезом выросла в трех городах и 13 районах Самарской области. В настоящий момент туберкулез является инфекционным убийцей номер один подростков и взрослого населения. Эта болезнь является одной из основных причин смерти людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека. По данным регионального Роспотребнадзора, за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Самарской области сохраняется на высоком уровне. В районе Жигулевской ГЭС ограничат проезд транспорта. Временная схема движения будет действовать с середины марта 2017 года до конца 2018. Об этом сообщает региональное правительство. Ограничение связано с ремонтом моста через Волгу около Жигулевска. Транспорт будет ездить только по одной полосе в каждом направлении. О чем будут предупреждать временные дорожные знаки, сигнальные столбики и разметка. Погода в начале рабочей недели в Самарской области кардинально не изменится. Синоптики прогнозируют туманы в ночные и утренние часы, днем плюсовые температуры. А по ночам легкие морозят. Осадки не ожидаются, сообщили в Приворском УГМС. В понедельник, 13 марта, будет дуть южный ветер со скоростью 3,8 метра в секунду. Температура воздуха до 4 градусов. В ночь на среду, 15 марта, прогнозируется минус 8, минус 13 градусов. В дневные часы до плюс 3 градусов. Москвичи увидят корабль дураков. Театр-студия «Грани» из Новокуйбышевска сыграет сегодня на сцене Театра наций. Спектакль привезли в столицу на самый престижный театральный конкурс «Золотая маска». Постановка Дениза Багураца номинирована как лучший спектакль малой формы и за лучшие костюмы. Это уже второй спектакль театра, удостоенный шорт-листа фестиваля. Сегодня и завтра на малой сцене Театра наций зрители увидят средневековые эротические французские фарсы и виртуозную игру актеров. Подведение итогов конкурса состоится 19 апреля. Напомню, что еще два театра Самарской области – Театр оперы и балета и Самарский драматический – также стали номинантами на «Золотую маску». Удачи всем нашим актерам! Погрузили в атмосферу «Титаника» в Самарском доме Курлиной прошел вечер камерной музыки вокруг «Альта». Молодые самарские музыканты играли мелодии эпохи модерн, как когда-то оркестр знаменитого корабля. Звучанием 20 века наслаждался Андрей Горгуленко. Фантастический квартет Бритона и сольная соната Хиндемита оживают в умелых руках молодых музыкантов. Студенты Самарского института культуры виртуозно играют на виолончели, кларнете и альте. Для них участие в проекте «Музыка модерн» – отличная возможность отточить свои навыки перед большими концертами. К концерту готовились они довольно долго, потому что участие из этих сегодняшних выступающих ожидаются очень серьезные в ближайшие дни гастроли. Поэтому они начали довольно основательно и довольно давно готовиться к этому концерту. В музей модерна среди картины и фотографий «Титаника» слушатели погружают в атмосферу камерной музыки 20 века, приправленную звучанием эпохи барокко. Играют музыканты и в честь оркестра «Титаника», который покидал тонущий корабль последним. Вот мы видим фотографию музыкантов, которые проявили огромное мужество. Они играли на палу бетонущего корабля до последних, можно сказать, нот, до последних звуков. И сегодня мы как бы погружаемся в эту атмосферу камерного концерта. Музыка, она всегда привлекает, тем более такой репертуар и носообразный такой коллектив, где и струнные инструменты, и духовые, необычные что-то такое. Проект «Камерная музыка» звучит в музее с ноября 2016 года. Организаторы приглашают на следующий концерт 23 марта, где будут солировать пианино и фагот. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Изгнали зло трещотка, и в Самаре прошел самый веселый еврейский праздник – Пури. В этот день евреи чтят память своей спасительницы, царицы Эстер, и прогоняют дух злобного царя Амана необычным способом, каким увидела Мурианна Мирная. Карнавальные костюмы, песни, танцы и веселье – так, уже 2000 лет евреи всего мира отмечают праздник Пури. По преданию, во времена Персидской империи в этот день должно было произойти массовое уничтожение целого народа. Но царица Эстер совершила подвиг, и произошло чудесное спасение. Когда мы вспоминяем тот, который хотели убить все евреи в один день, его звали Аман, мы всегда, когда вспоминяем его имя, мы обязательно его уничтожаем. И так вы увидите сегодня на празднику, все будут трещотки, и обязательно все вместе, когда мы только вспоминяем его имя Аман, тут же все. Свиток в руках раввина – древнейшая реликвия. Больше 200 лет она хранится в Самарской синагоге. Он принадлежал царице Эстер. На пергаменте вручную написана «История народа». Читать его раз в год – святая традиция, но есть и еще обычаи, которые обязательны для исполнения. Должны собрать в шлахманод подарок для бедных, для родственников, и традиции дать бедным, не менее двум бедным, подать деньги. Кроме помощи бедным, в Пурим принято дарить друг другу вкусные подарки и устраивать веселую трапезу. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Взять барьер. В регионе прошли соревнования по конкуру. Посостязаться в умении хорошо держаться в седле в поселок Красный Яр съехались десятки спортсменов, в том числе и с соседних областей. На коне оказалась и Алина Чемерес. Есть, ты сегодня себя хорошо вела, заслужила. Путь к сердцу лошади порой тоже лежит через желудок. Свежая морковь и яблоки для красавицы Вестфалии – лучшая награда. Получив угощение, Веста готовится наводить красоту. Спортсменка Валентина Борисова старательно причесывает свою четвероногую подругу. С ней девушка тренируется уже полтора года. Признается, Веста – дама своенравная. И подружиться с ней удалось не сразу. Сначала мне было тяжело найти к ней подход. Сначала как-то нам было сложновато вместе. Но потом, когда я поняла уже, как она себя ведет, нам уже было проще. Она любит фрукты. Я также ей приносила фрукты разные, морковку, сахарок. Также летом мы их пасем. Они кушают травку. Прежде чем соревноваться, лошади разминаются. Сначала, словно в цирковом представлении, величавы ходят друг за другом по конюшне, чтобы разогреться. Затем отправляются на манеж. Сегодня соревнования по конкуру. Это самый молодой и зрелищный вид конного спорта. Всадники на лошадях должны преодолеть препятствия. Высота барьеров может быть больше метра. Правильно их расставить целая наука. Самое главное, чтобы была удобная линия траектории для лошади. То есть подойти к препятству и после препятствий также двигаться. Чтобы не резкий поворот, все плавно было. В умении хорошо держаться в седле соревнуются около сотни спортсменов. Юные всадники съехали со всех уголков губернии и даже из Оренбургской области. Маршрут нужно пройти быстро и чисто. Если лошадь задела препятствие или попросту отказалась прыгать через барьер – ошибка. Сейчас маршрут идет, также и снимаются, исключаются из соревнований. Кто-то чисто проезжает без ошибок. А наш именно спорт – это два партнера – всадник и лошадь. Если какого-то нет взаимовыручки, взаимной работы, согласия, то результата здесь не получится хорошего. Когда спортсмены отправляются на перерыв, гостям выпадает шанс побыть на коне. Говорят, лошадь сразу понимает, кто на ней – опытный всадник или новичок. Я едва знакома с верховой ездой, и поэтому мне дали лошадь спокойную. Моя Флорена – дама опытная в спорте уже давно. Попробуем проехать с ней кружочек. Пошли, дорогая. Конкурт – только первый этап соревнований. В эти выходные пройдет второй – выездка. Здесь спортсменам предстоит показать умение правильно управлять лошадью. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Путешествие в Кашландию удалось совершить и нашей съемочной группе. Страна усатых-полосатых радушно принимала гостей. Новая программа театра Куклачева пришлась по душе самарским зрителям. А четвероногие артисты получили заслуженные аплодисменты. А за ними кот задом наперед. И это далеко не все, что умеют вытворять на сцене артисты театра Куклачева. Их хозяин и руководитель Владимир Куклачев знает каждого усатого-полосатого, так сказать, в лицо. Работать с ними, говорит Владимир, одно удовольствие. Ведь у каждой кошечки свой характер и таланты. Они такие же, как и люди, и надо с ними, с каждой найти общий язык, да. Некоторые любят просто покушать, а некоторым нужно сказать, Васенька, пойдем. Тогда, если не поговорил с ней, она этот трюк не сделает, все. Обижаются. Или погладить. Или вот отношения, что они чувствуют, что да, к ним идет отношение, тогда они тоже так же относятся. То есть заставить кошку что-то делать невозможно. Путешествие в страну Кашландия – новая программа театра кошек. Главные герои, конечно, четвероногие. Люди просто в помощь пушистым артистам. Театр Куклачева – это не только привычные всем нам кошки. В актерской труппе можно встретить и других представителей, например, вот таких вот песиков. А что они умеют, можно увидеть на сцене во время представления. Да, Клёпа? Тридцать кошек и две собаки – основные герои спектакля, во время которого они выполняют веселые, но очень сложные трюки, даря своим маленьким зрителям хорошее настроение. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Лыжный сезон в Самаре завершился мемориалом Виктора Ольховского. До внезапной смерти в декабре прошлого года он возглавлял городской департамент спорта и областную федерацию лыжных гонок. Как прошли первые старты, увидел Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Лыжню молодежи именно так можно назвать. Первый мемориал Виктора Ольховского. Гонка в пяти возрастах с 8 до 18 лет прошла в лесопарке 60-летие советской власти. Эти соревнования завершают лыжный сезон и хорошая возможность для тех, кто что-то не смог показать на основных стартах, сегодня могут это сделать. На старт гонки памяти Виктора Ольховского вышли почти 200 спортсменов из разных уголков Самарской области. Дистанции разные. 500 метров для начинающих. Наибольший интерес у специалистов вызвал последний этап соревнований, когда 5 километров бежали старшие юноши и девушки. Медали разыграли между собой в основном представители Самарской школы лыжных гонок. Отличные скольжения, солнечный день и очень быстрый снег. Борьба будет идти между Владом Кутыревым, он член сборной области, участвовал в зональных соревнованиях, а также учеником детско-спортивной школы, номер один с моим учеником Никитой Гайковым. Это основные два претендента. Лыжную гонку памяти Виктора Ольховского открывали почетные гости. Вдова Ольга, мастер спорта по плаванию, Владимир Медведев и Екатерина Чуйкова, мастера спорта по лыжным гонкам, друзья и коллеги по работе. До внезапного ухода из жизни в декабре прошлого года Виктор Ольховский возглавлял областную федерацию лыжных гонок и департамент спорта Самары. Я благодарна судьбе и Богу за то, что мне Бог даровал такого супруга, которого уважают, любят, ценят. Очень много народу и это очень приятно, что о моем муже так помнят, так уважают его, чтут память. Все участники мемориала Виктора Ольховского получили от вдовы памятные медали и подарки. Чемпионы и призеры – заслуженные награды. Но на этом лыжный сезон в Самарской области не закончился. Через две недели, 26 марта, в воскресенье, в Пухвестнево пройдет мемориал Юрия Абрагина. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok